Невротические расстройства бывают самого разного характера, но сущностно это что такое? С одной стороны, это нарушение тех форм поведения и реагирования в изменившихся условиях жизни, которые приводят к декомпенсации. Человек жил себе, поживал, потом вдруг был вынужден переехать в другую страну, в другую культуру и так далее. Он дезадаптируется, и у него наступает череда всяких разных симптомов, которые лишают его способности к эффективной адаптации. И вторая причина, это тот фундаментальный внутренний базовый конфликт, который существует между нашими представлениями о себе и нашими желаниями и потребностями, которые относятся к такой неосознаваемой бессознательной сфере. Мы здесь регулярно входим в конфликт между тем, что хотим, и тем, что думаем, что хотим, между тем, что хотим, и что считаем, что нужно хотеть или не нужно хотеть и так далее. Речь идет об осознанности, насколько мы хорошо понимаем, чего мы хотим на самом деле, чтобы мы внутри самих себя не препятствовали реализации своих собственных потребностей, а наоборот находили для них максимально правильные, эффективные, оправданные средства реализации, а не блокировать их. Но большинство людей, не обладая глубоким знанием психологии, оказываются жертвами невроза. Собственно, в этом и состоит суть обнаружить симптом, будь то паническая атака, конкретные фобии, депрессивное расстройство, нарастающая такая астыния, перерастающая в неврастынию. Необходимо понять через вот эту логику этого скрывающего действительный внутренний конфликт симптома.